А это наши савушки, гвоздички наши. Сейчас к валькирии придем. Позывной сова? Да, старший офицер батареи. Вот. То есть вы командуете самоходными артиллерийскими гаубицами, правильно? Да, старший офицер батареи. То есть это все вот эти 333, вот это все это, да? Да, это я. Поэтому и голос такой, да? Голос, конечно. Это производство. Я когда валькирии снял первый репортаж, да, люди пишут в репортажах, а почему вы не можете и на мегафончик-то сброситься? Как вы считаете, нужен был бы мегафончик или нет? Нет, не особо. Ну, в такой местности может быть. В городских условиях это будет слышать полгорода. Ну и все равно, ну, не, хорошо, ну а в таких условиях голос поберечь? Нет, ну почему? Есть проводная связь, нужно по ней работать, но не всегда как бы это действующий голос. Командный всегда принимается. Ну, то есть, ну, все-таки нужен или нужен? Давайте обратимся к нам. Люди, помогите нам, нашим девушкам, ну что они все пят у нас постоянно, чтобы у них был какой-нибудь мегафончик. Если закинем кто, всегда встретим в Ростове, скажем, где у нас находится наш резидент, и отправим, будут ли они с мегафончиками. Было бы отлично. Вот. Ну а так, обстановочка, как настроение солдат? Чего? Солнышко вышло уже по-боевому. Уже по-боевому. Дождь, конечно, не очень хорошо. Ну, что мы? Все знают, что мы делаем. Мы же артиллерийские. Боевим за свою страну, и, конечно, настроение будет намного лучше. Все правильно. И мы победим, я думаю, да. Однозначно. А мы сегодня с вами покажем, как мы это делаем. Ну, как придут. Идет стрелять вообще нет? Конечно. Ну, все. Ребята, здравствуйте. Вот корреспондент из Кальниуса. Ребята, это корреспондент из Кальниуса. Опа! Взывает с вами пообщаться. А о чем мы не приехали, если мы не приехали? Да при чем здесь это? Это, наоборот, даже хорошо. Это атмосферу передает. Кальниус-ТВ. Харциски не показывают. Че тихо-то? Разговаривайте. Рассказывайте, чем живете, чем дышите. Кому хотите, привет и передайте. Судьями живем, посмотрите. Порохом дышим. Чем дышим. Костром солярный. Здравствуйте. Вы этот сынок получился. Откуда все сами-то? Харциски. Харциски. Ханецк. Янахин. Яздаю. Янахин. Шахтер. Ханецк. Тернополь. А я искал, ну, россиян искал, как бы, все же укры кричат здесь. Россияне воюют. А у гаубисников только одного армянина нашел. И все. Где у вас есть? У человека. Чего? Впере возьмите, который приехал в западную краю. И нам воевать. Ничего себе. А можно ему? А там ничего не будет, родня. А он и так уже. Ну, Казахстан. А в Тернополе у меня твой земляк работает. Саня, он сейчас, да, в Москве. Саня, забыл фамилию. Какая-то такая у него. Он в Тернополе тоже. Я тоже в Тернополе. В Тернопольской области. А почему здесь-то? Приехал защищать Донбасс. То есть та политика, которая там была, ты так понимаешь, это неверно, да? Это не политика. Это так. Вздеваться с людьми и убийством людей. И убийством людей. Это очень печально. Я бы хотел сказать, чтобы не шли сюда. На чужую землю. Потому что это уже не ихняя, чужая земля. Донбасс это уже не Украина. Это есть Новороссия. И просто даже если кто сюда придет, отсюда уже не уйдет. Да, я знаю, как вы работаете, да. Вы сразу и прикапываете, да? Нет, мы не прикапываем, но... Да как он в Восток заходил, говорит, после вас заходишь, все, ни сапогов, ничего нет вообще. Все закопано сразу. Ну, помощь такая. Гуманитарная, да? Ну, их же сюда никто не звал. Это точно. Вот это точно. А они с какой-то помощью или? Да какая это помощь? Детей убивать, людей убивать. Мирные жители очень страдают, очень сильно. Потому что они как бы одни. Военные, они же там все вместе, а мирные они одни. Конечно, это очень печально, война это очень печально. Но земля Донбасса должна быть свободна. Да, мы к вам не приходили, пока мы от вас не избавимся, я так понимаю. Да, вот такая наша тут цель, потому что мы едины, у нас идея, а там принуждение. А там принуждение, да. Принуждение и очень большое, и жалко этих ребят, матерей, отцов, которые просто невинно тут погибли. А вот ты сейчас в Тернополе, это западная Украина, ты сейчас даешь мне интервью, а там твоя родня ничего не уважает из-за этого. Ничего? Нет, у меня родня здесь. Ага, вот так вот. Сынок, а вы иди сюда. А ну иди сюда, давай. Вот что, семейный подряд, что ли? Да, со сыну. Тоже с Тернополя? Нет, нет, это не наш сын. Иди сюда. Здесь он его нашел. Я его нашел. Он его здесь нашел, в капусте. Кажи, как тебя зовут? Это самый мельчик. А сам откуда его? В Шахтерск. Это наш сын Павкай. Ему очень много лет, 17 с половиной, уже полгода воюет. Вот так. Так мы растем. Мальчишки, да? Да. Это уже мужик. Это просто как бы пример тем людям, которые сидят в пив-баре и рассуждают о войне. Да, да, да. И подходят и спрашивают, ну когда она закончится? Ладно, женщина подходит. А когда ко мне подходит, ну когда она закончится? Мне просто хочется послать нахуй их всех. Потому что, ну ты приходи к нам, она быстрее закончится. Все же просто. Чем больше нас здесь. Математика обычная. Я говорю его не один раз уже. Тем больше встать. Короче, люди, не подходите и не спрашивайте, когда закончится, мужики. Просто приходите и воюйте. Нас сейчас реально не хватает. Мы под дебальца стащили всех, они вот сейчас по Донецку крошат. А были бы вы под Донецком, наверное, так бы Донецк не шарашили, да? Не было бы такого, конечно. Э, вы, да, и слабость, диванные войска, бля, вставайте. Чем больше нас будет, тем быстрее мы победим. Вот это твоя, да? Вот это она. Причем жгем-то мы их сейчас тут вообще прилично под дебальцу. Такие у них расходы. Это кошмар. Пока ничего не озвучивается, а потом, когда все всплывет, там же стон будет. Ладно, удачи, парни. И вам доволен. Что вы к нам заехали? Давайте, давайте. Представь. Как так точно. Как так точно, парни, встаньте. Я думаю, чабанов Владислав Владимирович. Откуда сам? Город Горловка. Горловка? Бобято. Горловка. Горловка. Передаю привет родному брату Боадану, племяшке, девочке. Люблю очень сильно, скучаю. Ну и отлично. А вы все вместе как-то собрались бы, я вас всех вместе хоть запечатлил бы. Парни, где служим? Горбирус. Вот так. Дебальцевский котел. Мы сейчас с вами... Мы такой информацией не владеем. Ну а мне сказали так, что осталось там 3 километра незамкнутой штуки. И вот благодаря вам, ну и не только вам, вообще артиллеристам, да? Они попробовали в Донбасс пройти, мы там его весь загасили. Ну сейчас боевой дух из-за чего поднялся? Из-за того, что все общее дело делают, и все сразу. Все, и пушкари, и мы. Все правильно. Все правильно. Потому что стоять в этих перемириях... Кто бы знал, что столько артиллерии у нас существует в нашей бригаде. До войны не знали ничего этого, правильно? И в бригаде даже, находясь, не знали. А тут вон он, оказывается, что. Все у нас есть. Так что Украин не ходить сюда. Ну и главное, что это наши люди. Наши. Они какие-то там наемники. Да, люди с Донбасс. А вы сама откуда? Шахтерска. А то они сейчас говорят, о, они у тебя акцент какой-то русский. Ну у меня русский, да, я с Россией, я не скрываю. Шахтерск. Все местные, вообще. Ладно, давайте будем ждать, когда нам команду все-таки дадут. Может, представляем. Дадут. Они шевелятся. Дадут. Ждем. Ну как бы на встрече, когда колонна едет, там, и жители там стоят, руками машут. Тоже радовался там, что там все встречают, блин. А потом уже в конце, уже где-то, ну не в конце, где-то в сентябре, я просто говорил людям, которые там тебя спрашивают, когда закончится война, думаешь, мужикам. Я говорю, блядь, возьми ты автомат, и вот тогда война сразу закончится. Тогда говорю, мне жена война, а ты платишь, у тебя там дети. У нас тоже дети. А жена это вот сова, которая сейчас на это все. Да, это моя жена. Мы с ней вместе и пришли. Муж с женой, да? То есть там отец с сыном, тут муж с женой. И постоянно рядом. Вот так. Вот как надо воевать, люди. Ладно, спасибо. Вот только что вы мне сказали, ваши солдаты, кстати, сказали, что вы, оказывается, муж и жена. Это правда? Да, правда. Ну а как вы, вообще, кто застрельщиком был, пойти воевать вообще? Ну, я хотел пойти воевать, но жена сказала, только развод. Только вместе. И вот вместе и пошли воевать. А, или развод, или вместе, да? Да, мы в июле вместе, так и пошли. Вот это да. Вот это, ну, геройский поступок, если честно. Честно. Вот у меня аж слеза наворачивается. Молодцы, ребят, спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok